Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Бывший президент Молдовы Игорь Дадон во вторник, 25 января, прибыл в Генеральную прокуратуру, где его заслушают по отделу АО «Энергоком». Игорь Дадон утверждает, что не подписывал никаких контрактов во время своего пребывания на посту министра экономики и не наносил ущерба бюджету страны. По его словам, обвинение по делу «Энергоком» было предновогодним спектаклем. Он утверждает, что это дело 13-летней давности, которое многие обсуждали, а оказалось, что там ничего нет. А поскольку ситуация складывается у нынешней власти совсем плохо, мы видим, что общество недовольно. То из этой истории хотят сделать шоу, заявил Дадон в эфире НТВ. Напомним, что в рамках этого дела почетному председателю ПСРМ присвоен статус подозреваемого, сообщает ZDGMD. В конце прошлого года Игоря Дадона заслушали в качестве подозреваемого по делу «Энергоком». Это дело касается закупки электроэнергии в течение 2008-2009 годов через посредническую компанию. Предполагается, что мошенническая схема с импортом энергии, в результате которой из бюджета было похищено 12 миллионов долларов, была создана во время пребывания Игоря Дадона на посту министра экономики. Бывшего президента Молдовы Игоря Дадона признали подозреваемым по делу о хищениях 12 миллионов долларов. 21 декабря генпрокуратура Молдовы вызывала Дадона на допрос по этому делу. Допрос планировался на 27 декабря, но по просьбе подозреваемого и его адвоката он был перенесен на 29 декабря. Дадон был приглашен 27 декабря для дачи показаний по уголовному делу, касающегося компании «Энергоком». При этом сам экс-президент в своем телеграм-канале написал, что никаких официальных повесток ему не поступало. Повестку получил и экс-глава демократической партии «Миллиардер» Владимир Плохотнюк. После допроса Дадон сообщил журналистам, что сотрудничает со следствиями и никуда сбегать не собирается. Он сообщил, что на допросе ему показали приказы, подписанные им в качестве ответственного за энергетический сектор на посту министра экономики. Как подчеркнул Дадон, он получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура. Ранее в генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову. Как сообщается в генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе и из-за рубежа. Напомним, что в 2008 году Дадон занимал пост министра экономики и первого вице-премьера республики. С 2009 по 2016 год он был депутатом, в 2016 стал президентом, а в ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства Майя Сандо. В июле 2021 года он снова стал депутатом, но в октябре заявил об уходе из парламента, где большинство получила партия Сандо. Ведомстве подчеркнули, что, учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из генпрокуратуры. Так, по данным расследования, в 2008 году в Молдове действовала мошенническая схема импорта электроэнергии через подставную компанию. В схеме по информации журналистов вместе с Дадоном и Плохотнюком участвовала Зинаида Гречаны. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи.